продолжаем изучать java и в этом видео мы научимся как сравнивать объект объекты объекты чуть объектами сказал итак мы создали класс кар у нас есть класс мэйн да он абсолютно пустой и давайте создадим класс кар так пускай у него будет интовая поля айди какой-то потом пускай будет стринговая поля name и пускай будет интовая поле прайс да какая-то цена автомобиля будет давайте сделаем конструктор alt insert выбираем конструктор все поля отлично и давайте перед ли переопределим метод to string to string выбираем вот этот второй вариант нажмем ok отлично итак теперь давайте сделаем опять же лист какой-то список из объектов кар ну и пускают будет у нас тут а вообще давайте cars машины равно new рейлист так теперь давайте создадим несколько машин кар так будет у нас кар один не ради и так айди пускай будет единичка имя автомобиля бмв и цена пускай будет допустим 15000 делаем кар 2 как 3 айди будет тоже по порядку и так второй автомобиль у нас audi audi пускай будет дешевле 12000 и 3 автомобиль mercedes как-то по немецким автомобилям пошлись пускай мерседес будет больше всех стоит 25000 и поместим все эти автомобили у наш список да в карс это cars от 1 1 2 3 вот так это мы сделали и давайте и выведем наш список на экран system out println cars запускаем не смотрим и видим да у нас автомобили вывелись в том же порядке вот айди один бмв айди 2 audi айди 3 mercedes ну и цена тоже соответственно выявилась так если мы если вы смотрели предыдущее видео то знаете да мы хотим теперь этот список отсортировать то есть пишем collections сот и внутрь помещаем наш список cars и видим да что уже тут красное подчеркивание ругается если мы нажмем на лампочку то тут ну можете это надавить попробовать ошибка все равно не пропадает еще появляется следующая ошибка и так далее но почему происходит эта ошибка потому что как бы программа не понимает компилятор не понимает в каком порядке их надо отсортировать эти автомобили то есть по айди вывести 123 в порядке по имени тогда ауди бмв и мерседес либо же по цене тогда у нас самая дешевая ауди потом бмв и мерседес вот для того чтобы это сделать нам надо реализовать в нашем классе cars интерфейс вернее имплементировать да имплементировать интерфейс comparable то есть пишем implements comparable generic мы поставим кар ну то есть мы будем вот эти объекты сортировать и тут уже у нас появляется красная лампочка которая подсказывает имплементировать метод compare to жмем ok вот он появился наш метод compare кар о давайте вот это заменим на кар чтобы нам было удобней вот собственно этот метод и будет нам указывать вернее нам а компилятору в каком порядке сортировать наши автомобили вот это значение по умолчанию это 0 давайте попробуем запустить даже с этим значением видим уже до никакой ошибки не возникает так давайте напишем тут system out println список после сортировки после сортировки и выведем наш список на экран давайте запустим как бы сейчас у нас список вывелся в том же порядке вот и нам надо переопределить вот этот вот метод compare to давайте удалим значение по умолчанию и собственно что для этого надо значит смотрите вот этот метод видим он возвращает in товое значение то есть нам надо у нас в результате выполнение этого метода будет три числа либо минус один либо ноль либо плюс один и так давайте будем сравнивать наши автомобили для начала по айди то есть что нам надо записать надо записать следующее и условия и если наш текущий объект здесь кар вернее здесь айди равняется вот этому кар который мы передаем для сравнения тоже по айди если они равны то возвращаем 0 в противном случае else if давайте вот это скопируем здесь айди больше чем кар айди то есть текущий автомобиль больше чем объект которыми мы передаем тогда return 1 и и следующее условие которое мы можем записать если вот этот айди меньше то мы возвращаем минус 1 давайте запустим так миссия на ратур ага значит смотрите тут я немного перемудрил хотел показать вам пример ну у нас есть до условий если равно если больше значит следующее у нас не else if а просто будет else то есть противном случае мы возвращаем 1 вернее минус 1 и давайте запустим тут вы увидите компилятор не ругается и все выводится но давайте теперь все выводится в том же порядке сейчас давайте изменим вот айди у нас бмв станет 10 и и посмотрим в каком порядке все это выведется видим до изначально бмв стояла на первом месте сейчас она на последнем потому что у нас объекты сортируется по айди давайте представим еще такую ситуацию что у нас все айди шники одинаковые да вот то есть у нас никакой сортировки не произошло у нас таки вывелось бмв ауди и мерседес то есть если у нас значение одного поля у всех объектов одинаковое то мы должны добавить второе условие например мы будем теперь сравнивать эти наши автомобили по производителю до по их марки ну либо по нейму как мы тут написали для этого мы опять переходим в этот компайры переходим в метод компету и нам надо сравнить по строкам то есть если у нас вот это айди будет равно то мы ничего не будем возвращать то есть если мы вот эту строчку ставим ретур ноль то у нас будет происходить выход из этого блока да нам это не надо мы сейчас это удалим и напишем следующее выражение напишем ретур зис точка нейм ставим точку и пишем компету и внутрь помещаем кар нейм то есть смотрите вот эти зис нейм и карны это у нас тринги смотрите метод мы вызываем такой же то есть компера ту и мы вызываем компера ту то есть в классе стринг этот метод уже описан нам надо только им воспользоваться опять же у нас вот это выражение становится избыточным мы его можем просто удалить то есть случае если у нас айди равно айди ничего не делается так вот так вот тут мы значит удалили и теперь вот этот элс нам надо заменить на ив элс ив только естественно тут поменять сравнение и давайте теперь запустим посмотрим что у нас получится опять же у нас вот эти айдишники все одинаковые и видим да у нас первое уже вывелась опять же айди везде 10 но первое у нас вывелась audi потом бмв а потом уже mercedes то есть они отсортировались в алфавитном порядке опять же если мы mercedes у поставим 5 до 5 audi допустим 9 а бмв у нас остается 10 то теперь смотрите то теперь мы вывелись в порядке айди то есть начало 5 потом 9 потом 10 5 то есть то есть если у вас там в объекте у нас сейчас три поля да мы можем и выводить их по цене если у вас там пять шесть семь полей вы вот эту логику прописывайте так как вам надо и ваши объекты будут сортироваться именно в том порядке как вы этого хотите так а на этом все ставьте лайки подписывайтесь на канал продолжим в следующем видео Helo ну на 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 на